Пункт 2.2. Сохранение параметров приложения и работа с функцией самозащиты. После настройки параметров приложения в соответствии со своими потребностями, вы можете экспортировать или импортировать их для последующего использования шаблона настроек на других компьютерах, где установлено аналогичное приложение. Например, скопировать настройки «Касперский интернет-секьюрити» с домашнего компьютера и с помощью созданного шаблона быстро настроить параметры работы приложения на вашем рабочем компьютере или на остальных компьютерах домашней сети. Все параметры сохраняются в виде особого конфигурационного файла. Для сохранения текущего шаблона настроек приложения необходимо экспортировать его параметры, выполнив следующую последовательность действий. В главном окне приложения нажмите на кнопку «Настройка», после чего в открывшемся окне в блоке меню слева выберите раздел «Параметры». В центральной части окна, перейдя в блок управления параметрами программы, нажмите на кнопку «Сохранить». На экране появится окно «Выбор конфигурационного файла», в котором необходимо задать имя сохраняемого файла и папку, в которую он будет помещен. Такому файлу присваивается расширение CFG. Закройте окно нажатием кнопки «Сохранить». Для последующего импорта параметров работы приложения из ранее сохраненного конфигурационного файла в главном окне программы нажмите на кнопку «Настройка» и в открывшемся окне в блоке меню слева выберите раздел «Параметры». Перейдя в блок управления параметрами программы, нажмите на кнопку «Загрузить». В появившемся окне найдите сохраненный конфигурационный файл, после чего нажмите на кнопку «Открыть». Чтобы обезопасить приложение от проникновения в его системные файлы и настройки различных вирусов, пытающихся помешать его работе, в состав Касперский интернет-секьюрити входит особая функция самозащиты и защиты от удаленного воздействия. Для включения функции самозащиты Касперский интернет-секьюрити в главном окне приложения нажмите на кнопку «Настройка». В появившемся окне в блоке меню слева выберите раздел «Параметры». Перейдя в блок «Самозащита», установите флажок «Включить самозащиту». Если же вы хотите заблокировать удаленный доступ к управлению функциями и компонентами приложения, в блоке «Самозащита» установите флажок «Отключить возможность внешнего управления системной службой». При этом в случае обнаружения попыток доступа к управлению сервисами приложения над его значком в область уведомлений панели задач появится соответствующее уведомление.